Видели ли вы фокусы, которые вас поражали, и от этого вы гадали, как их делают? Они варьируются от опасных трюков со стрелами до глотания даже живых существ, и порой объяснения такие же интересные, как и сами фокусы. Берите цилиндр и кролика. Вместе мы приоткроем занавес над самыми опасными волшебными трюками. Один из самых известных фокусов «Побег от пытки с водой» поражал зрителей с тех пор, как его представил Гудини в 1911 году. Сначала фокусник в наручниках помещает лодыжки в металлическую пластину с дверцами, которые помощники закрывают на висячие замки, запирая ноги. Затем устройство поднимают вместе с фокусником с помощью цепей, и его опускают в стеклянный резервуар, наполненный водой. Крышку закрепляют на месте, и фокусник должен выбраться до того, как он утонет. В этот момент перед резервуаром опускается занавес, скрывая тайну невероятного побега. Через некоторое время занавес приподнимается, и фокусник все еще мечется внутри. Зрители начинают волноваться все больше, занавес поднимается, а фокусник гордо стоит на вершине резервуара. Как он смог сбежать? Фокусник никогда не раскрывает тайны, но я расскажу. Для начала фокусник должен сохранять спокойствие все время, снижая чистоту сердцебиения, чтобы было легче задержать дыхание и не потерять сознание, вися вверх ногами. Но весь секрет заключается в крышке, к которой он прикреплен. Замки, закрывающие двери, настоящие, но после того, как их повесят, помощник вынимает болты, которые держат крепежные петли крышки. И теперь, даже несмотря на замки, ее можно открыть. Когда занавес опускается, фокусник тянет за спрятанную ручку и поднимается, открывает крышку и делает вдох. Затем он возвращается под воду, когда приподнимается занавес, и притворяется, что ему не выбраться. Занавес снова опускается, и фокусник снимает наручники, которые легко открываются. Он во второй раз открывает крышку, в этот раз хватаясь за цепи, чтобы вылезти наружу, и встает в эффектную позу. Занавес поднимается, и все зрители в восторге. Коробка с кольями Другой классический и еще более опасный трюк заключается в том, что помощник забирается в картонную коробку, которую протыкают кольями. Их втыкают под различными углами, испугающей скоростью. Но когда зрители начинают задаваться вопросом, почему колья не втыкают сверху вниз, фокусник переходит к ключевому моменту и наносит последний удар. Он вонзает кол прямо вниз, так что человек, находящийся внутри, не может избежать удара. Но потом колья вытаскивают, и появляется помощник, целый и невредимый. Здесь главный именно помощник, который должен плотно прижаться к дну коробки под резиновыми подкладками, скрытыми внизу. Он меняет направление кольев, если они слишком близко. И иногда надевается жилет для дополнительной защиты. А последний кол пронзает коробку медленнее, чем остальные, давая помощнику время перевернуться на спину и таким образом увидеть его направление. Потом он просто уворачивается от кола и, если придется, аккуратно изменяет его курс. Наконец помощник вылезает, и зрителям показывают, что никаких хитростей не было. Резиновая подкладка покрыта слоем картона, и никто ничего не заподозрит. Фехтование вслепую Трюк, который точно будет держать зрителей в напряжении, заключается в том, что ананас разрубает катаной на чьей-то голове. И при этом у фокусника завязаны глаза. Как правило, для этого он оборачивает голову несколькими слоями белой марли, а затем добавляет еще и черную ленту, и, наконец, фольгу. Потом перед ним встает доброволец с ананасом в голове. Фокусник притворяется, что находит его экстрасенсорными способностями, и, о чудо, несчастный фрукт разрезан пополам, а голова остается на плечах. Этот поразительный фокус очень прост и требует лишь небольшой ловкости рук. Когда фокусник оборачивает голову, лента завязана свободнее, чем кажется. То есть, когда он покрывает голову листом фольги, он может незаметно натянуть марлю и ленту чуть ниже глаз. Что касается фольги, есть два варианта. Фокусник может использовать фольгу с мелкими отверстиями, через которые он весьма неплохо видит. Или же это односторонняя серебристая пленка, действующая как одностороннее зеркало. Тогда фокусник показывает зрителям два листа такой пленки, которые прижаты друг к другу, и кажется, что это самая обычная фольга. Но когда они обернуты вокруг головы, один лист чуть-чуть отодвигается, отделяясь от другого, и фокусник опять же может видеть. С достаточным обзором фокусник может как следует прицелиться и ударить по ананасу, который обычно предварительно порезан, но остается целым до тех пор, пока не будет нанесен удар. Ананас отлетает реалистично, не вызывая подозрений, если фокусник все сделает убедительно. Катана даже не всегда острая. Впечатляюще и безопасно. Проглатывание шарика Проглатывание шариков – популярный трюк на детских праздниках, и при этом на самом деле глотать даже не надо. Секрет в том, чтобы взять ненадутый шарик и дважды проколоть его насквозь ближе к концу, создав четыре мелких отверстия. Его все равно получится надуть, так как воздух будет выходить медленно. Надув шарик, фокусник прижимает проколотый конец к языку и начинает заталкивать шар в рот, при этом незаметно закатывая его, чтобы он максимально уменьшился. Надо встать так, чтобы показалось, будто шарик действительно глотают. Иногда фокусник даже вытаскивает его обратно в надутом виде. Для этого сдутый шарик заменяют на другой, частично надутый с завязанным концом, который достаточно мал, чтобы спрятаться в рукаве фокусника. Этот второй шар тоже проколот, так что, когда во рту получается герметичное уплотнение, фокусник может незаметно надуть его, вдувая воздух в отверстия. Некоторые используют маленькие насосы, спрятанные в рукаве, и надувают шар с другого конца. Это легко скрыть, так как все внимание сосредоточено на рте фокусника. Проглатывание шарика впечатляет, но не делайте это с заложенным носом, иначе вы случайно проглотите его по-настоящему. Глотание мечей Есть два способа исполнить классический фокус с глотанием мечей. Первый заключается в использовании специального меча. Зрителям он кажется настоящим, но может закатываться, если его незаметно прижать к языку. Как те браслеты, которые закрываются ударившейся запястья. Это выглядит эффектно, но лучшие профессионалы правда глотают мечи. Просто не так, как мы с вами глотаем еду. Для этого процесса надо расслабить внутреннюю часть горла и встать в позу, гарантирующую свободный проход. Требуются годы практики, чтобы научиться расслаблять пищеводный сфинктер, непроизвольную мышцу вверху пищевода, и подавлять рвотный рефлекс. Кроме того, надо идеально выравнивать тело, чтобы не повредить нежные внутренние органы и ткани. Спокойствие просто необходимо на протяжении всего процесса работы с мечом. Даже дрожь руки может повредить не только слизистую пищевода, но и сердце и легкие, так как меч движется рядом с ними. Почти все трюки в видео опасны для неопытных людей, но глотание мечей точно надо оставить профи. Пополам Распиливание женщины пополам было главным фокусом с 19 века, а может, еще и раньше. Обычно все происходит примерно так. Помощница ложится в длинный деревянный ящик, его крышку закрывают, и фокусник берет пилу и бодро распиливает помощницу пополам. Но никакой крови нет, женщина не кричит, и она даже все еще может двигать ногами. Это она может делать и когда две половины ящика раздвигают. Но как такое возможно? Все весьма просто. Когда помощница ложится в ящик, из другого конца торчат совсем не ее ноги, потому что во второй половине уже лежит другая помощница, подтянув ноги к телу, готовая вытянуть их, когда ее коллега заберется внутрь. Первая женщина поднимает ноги под себя или подтягивает их к груди, освобождая центр ящика, готового к разрезанию. После этого в ящик обычно вставляют два больших лезвия, чтобы продемонстрировать, что две половины разделены. На самом деле эти пластины закрывают внутреннюю часть каждой половины, так что никто не может увидеть, что там. Современные фокусники развили эту идею и выполняют классический трюк, но опускают стены ящика до того, как начинается разрезание. В этой версии фокусник ложится не на спину, а на живот. Благодаря этому он может подтянуть колени под туловище в тайное отделение внутри стола, пока стенки ящика все еще подняты. Между тем помощник, ноги которого видны, втиснут в другую часть того же стола. Это возможно благодаря его наклонной форме, и на полностью черном фоне он выглядит намного тоньше, чем на самом деле. После того, как лезвие опускается, половины можно раздвинуть и поразить зрителей. Некоторые фокусники идут дальше и как будто бы ходят разрезанные пополам. Выглядит это очень жутко, но все дело в расположении тела. Иллюзия создается за счет сгибания тела внутри специально подготовленного костюма, обычно с металлической рамой, помогающей сохранять равновесие и снижающей нагрузку. Это очень крутое переосмысление классического фокуса, но, как и в оригинале, все дело в ногах. Поездка на автобусе. Если бы вы ждали автобус, и он подъехал с мужчиной, висящим на крыше, вы бы наверняка пришли в недоумение. Именно это увидели жители Лондона в 13-м году, когда иллюзионист Динамо как будто победил гравитацию на знаменитом автобусе. Но ничего сверхъестественного не было. Он просто прикрепил металлическую раму к крыше и замаскировал ее под фальшивую руку и одежду. Каркас был прочным и мог выдержать его вес, а правую руку он спрятал под одеждой. Но прохожие ничего об этом не знали и, конечно, были сильно удивлены. Яблоки и стрелы Среди невероятных трюков бельгийского фокусника Айрона Кроу один особенно выделяется. Он включает яблоки, лук, стрелы, а также, как вы видите, хитроумный обман. Сначала он берет яблоко, вырезает сердцевину и помещает внутрь кольцо, а потом возвращает сердцевину. Затем выбранный участник встает в центре сцены, держа яблоко на подносе прямо у себя на голове. На задней части стены фокусник показывает мишень и заявляет, что он может прострелить яблоко и попасть в цель. И, к большому удивлению зрителей, Кроу это и делает. Стрела раскалывает яблоко, пронзая его насквозь, и попадает прям, ну, в яблочко. И вот самое поразительное. Оказывается, пройдя сквозь фрукт, стрела подхватила кольцо и пригвоздила его к мишени. Это кажется невозможным, да ведь? И действительно, это лишь уловка. Для начала стрела не настоящая. Это просто резинка, которая выглядит как стрела в натянутом состоянии. Когда ее опускают, она затягивается в лук и прячется. В тот же момент механизм, который активируется дистанционно, двигает нож, спрятанный в подносе с яблоком, но его не замечают из-за скорости. Этот нож на шарнире и разрезает яблоко насквозь, создавая впечатление, что через него прошла стрела. А потом из скрытой щели в мишени быстро появляется стрела на пружине, которая движется так, будто она только что влетела в цель. Хорошо, но как кольцо оказалось на второй, настоящей стреле? Почти сразу же после того, как Аарон кладет его в яблоко, он вытаскивает его с другой стороны, через сердцевину, и незаметно прячет в руке. Показывая мишень, он также незаметно нацепляет кольцо на спрятанную стрелу, которая выскочит позже. Это очень продуманный и креативный фокус, и объяснение, пожалуй, столь же интересно, как и сам трюк. Вы согласны? Напишите в комментариях. Поострию. Если одни трюки основаны на зрелищности, то другие удерживают зрителей в напряжении, заставляя их беспокоиться за тело фокусника. Например, трюк с глотанием бритв, изобретенный японским фокусником танбой. В своих выступлениях он глотает несколько лезвий бритв, предварительно показав, что они настоящие, прося добровольца разрезать одной из них бумагу. Проглотив первую порцию, он показывает зрителям язык, чтобы доказать, что он проглотил их, а затем берет еще примерно 12 лезвий. К ужасу публики, он проглатывает их все тоже и беспечно запивает их зеленым абсентом. Наконец, после этого засовывает в рот красную нитку, двигает ее внутри, а потом происходит невероятное. Он тянет за конец нитки, и она выходит, продетая более чем дюжиной бритвенных лезвий с идеальными промежутками. Это удивительный трек, но неужели он правда проглотил лезвия и привязал их к нитке в своем горле? К сожалению или к счастью, тут уж как посмотреть, ответ нет. Первые несколько лезвий, которые танба якобы глотает, настоящие, но, вероятно, затупленные ради его безопасности. Когда доброволец разрезает лист бумаги, демонстрируя остроту лезвий, он натягивает бумагу так, что даже затупленное лезвие прорежет ее. Затем, положив первую порцию себе в рот, танба притворяется, что глотает лезвия, но на самом деле он лишь прижимает их к щеке. Что касается второй порции, то эти лезвия он заталкивает за другую щеку. Они вообще не заострены, и это просто реквизит, изготовленный для этого фокуса, так что они безопасны. Когда танба пьет ярко-зеленый абсент, точнее, скорее всего, это вода с пищевым красителем, он выплевывает настоящие лезвия. Благодаря цвету жидкости и полупрозрачности бокала, только самые проницательные зрители могут заметить лезвия, которые теперь прячутся на дне. А засовывая нитку в рот, танба на самом деле заталкивает ее под верхнюю губу. Нитка с лезвиями, которую видят зрители, была незаметно привязана к ним все это время. Он просто прятал ее за пальцами, когда засовывал фальшивые лезвия в рот. Поистине мастерский обман. У танбы острый ум для фокусов. Пронзен Еще один трюк, который пугает зрителей, это иллюзия пронзания с пикой или мечом. В ходе него помощник как будто нарушает законы физики, потому что он балансирует на острие меча. Часто для пущего эффекта фокусник крутит помощника на острие, но каким-то образом он не насаживается на лезвие как шашлык. Но затем неожиданно помощник резко опускается и лезвие меча проходит прямо через его живот. Человек кажется мертвым, и фокусник снова вращает его, демонстрируя, что меч и правда прошел насквозь. Однако к облегчению зрителей, потом фокусник поднимает помощника и он возвращается к жизни. Целый и невредимый, еще и без дыры в животе. Но как? Секрет этого трюка кроется в одежде помощника. Обычно под пушистой одеждой прячется корсет с прочной пластиной, встроенной в спину. У нее есть отверстие, в котором фиксируется меч. В нужный момент лезвие частично втягивается в скрытое основание, будто прокалывая спину помощника. Между тем в передней части корсета выдвигается шест на пружине, из-за чего кажется, что меч и вовсе протыкает несчастного человека насквозь. Когда приходит время освободить его, процесс происходит в обратном порядке, и помощник, как правило, вдавливает кончик меча в корсет. В более экстремальной вариации используется огромное сверло, которое протыкает грудь помощника. Он слегка отличается, потому что человека привязывают к установке перед сверлом, и передняя часть его тела скрыта от глаз зрителей. Когда тело исполнителя прикрывают, фальшивое сверло, которое вращается синхронно с большим, прикрепляет к передней части костюма, обычно с помощью магнита. Потом большое сверло как будто протыкает его. Но здесь тоже используется специальный корсет, как и в оригинальном трюке. Кажется, что сверло продолжает проходить через тело помощника, но оно задвигается в основание, а помощник прижимается к прикрытию перед ним. Создается впечатление, что сначала сверло проходит через человека, а потом через прикрытие. Напоследок оно поднимает помощника и вращает его, а затем опускает и его снова прикрывают спереди. Когда прикрытие убирают, оказывается, что сверло чудесным образом вышло. Другими словами, второй помощник украдкой унес его под тканью, пока зрители были слишком поражены. Выплевывание лягушек Дэвид Блэйн, всемирно известный иллюзионист, нередко показывает достаточно диковинные представления. В ходе одного из самых странных трюков он глотает лягушку, а потом выплевывает ее, как ни в чем не бывало. Обычно это сопровождается другим трюком – фонтанированием воды, когда Блэйн превращает себя в этакий фонтанчик, выпуская огромное количество воды прямо из своего горла. Это странное зрелище, но, несомненно, очень впечатляюще. В чем же фокус? Если вы думаете, что лягушки не настоящие или что он прячет их в рукаве, то это совсем не так. Они правда живые. Оказывается, за годы тренировок Блэйн стал настоящим мастером срыгивания. Научившись точно контролировать мышцы нижней части живота и выпив огромное количество воды, он может создать сильное восходящее давление в нижнем пищеводе. В сочетании с умением отключать рвотный рефлекс и открывать верхний сфинктер пищевода, это позволяет ему удерживать лягушку на полпути к желудку, но при этом она все-таки туда не попадает. Затем, по сути, с помощью контролируемой рвоты Блэйн отрыгивает лягушку вместе с большим количеством воды. Вы можете спросить, зачем вообще делать что-то такое? Единственный ответ таков, все во имя. Дрель в голову В последние годы различные фокусники исполняли один пугающий трюк, в котором электроинструменты используют неподобающим образом. В ходе него фокусник прижимает к голове работающую дрель на долгое время, но при этом умудряется ничего не повредить. Но причина, по которой это удается, проста. Исполнитель использует плоское и затупленное сверло, которое не может порвать кожу. Пока дрель вращается, фокусник напрягает руки и принимается гримасничать якобы от боли, притворяясь, что он изо всех сил прижимает сверло к виску. Но несмотря на это, на самом деле нажим слабый, и нет никакого риска пораниться и просверлить голову. Некоторые заходят дальше и засовывают дрель в нос или в горло. И в отличие от остального трюка, это более реалистично. Здесь используют тот же принцип, что и углотатели мечей и выравнивают пищевод. Однако на самом деле дрель никогда не вращается во время этой опасной части трюка. Обычно ее сопровождают звуковыми эффектами, чтобы добавить реалистичности. Кажется, что это уже лишнее, но может быть у фокусников есть какой-то минимальный порог обманных трюков? В любом случае, думаю, не стоит говорить, что даже если ваша дрель затуплена, не надо это повторять. Пила безумия Большинство предыдущих трюков может выполнить кто угодно, если есть деньги и нужный реквизит, но следующий гораздо труднее. Не потому, что он нарушает законы физики, а потому, что здесь нужен помощник особого толка. Трюк изобрел иллюзионист Кевин Джеймс, и он начинается внезапно. Безумный ученый распиливает своего одетого в белое помощника пополам, пока он выкатывает стол. У всех на виду, при этом ничего не скрывая. Затем ученый ставит отрубленный торс помощника вертикально и поворачивает его, а тот двигает руками, доказывая, что он жив. Но каким-то образом ноги тоже начинают двигаться, хотя они отрезаны. Под конец торс поднимает сам себя, и ученый просовывает руку между ним и столом, чтобы показать, что тело отделено и ничего не спрятано. Туловище помещают на низкую платформу, а ноги уходят со сцены вместе со столом. Появляется другой помощник, несущий ноги обратно, и кладет их на платформу за торсом. После этого ноги и туловище увозят со сцены, а ученый представляет зрителям пистолет-степлер. Ноги и туловище снова возвращаются, и прежде чем зрители успевают перевести дух, ученый скрепляет обе части вместе, и они встают, и начинают танцевать. В общем, безумный трюк, и объяснение не лучше. Его можно осуществить только в том случае, если роль туловища исполняет тот, у кого правда нет нижней части тела. Да-да, физическую особенность используют для удивления людей. Помощника выкатывают, посадив на ноги. Эти ноги принадлежат другому человеку, верхняя часть тела которого спрятана в столе. Это объясняет, как ноги и туловище могут двигаться отдельно, после того, как муляж пилы их якобы разрезает. Когда ноги уходят со сцены, второй помощник потом возвращается с фальшивой парой в таких же брюках и кладет ее за торсом. Затем ноги и туловище на время увозят со сцены, и их меняют на другого помощника, носящего маску и похожего на первого ассистента в той же одежде. Этот человек ложится на платформу так, чтобы казалось, что он все еще разрезан пополам, а потом меняет положение и ложится на спину, готовый вскочить и весело танцевать. После всей этой безумной магии, пожалуй, нам всем пора откланяться. Какой из этих фокусов удивил вас больше всего? И знаете ли вы другие секреты фокусников? Расскажите в комментариях под видео. Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok